На состоявшемся итоговом совещании работники здравоохранения подвели итоги работы Пинской центральной поликлиники в 2020 году. Что сделали организации по обеспечению наибольшего социального и медико-экономического эффекта в деятельности лечебно-профилактических учреждениях по оказанию доступной и качественной медицинской помощи, несмотря на неблагоприятную эпидемическую ситуацию? Какие основные задачи по укреплению здоровья населения предстоит решить в 2021? Узнаем от нашего корреспондента Натальи Шестаковой. Руководители, главные специалисты учреждений здравоохранения города собрались в формате, продиктованном противоэпидемическими мероприятиями. Участие в важном итоговом совещании приняли заместители председателей Пинского городского и Пинского районного исполкома Геннадий Поликовский и Дмитрий Полковский. Обсуждаемая тема состояния здравоохранения города и эффективность его работы по укреплению и сохранению здоровья населения Пинского региона – одна из главных социальных задач власти. До начала доклада главного врача Пинской центральной поликлиники Игоря Киктенко Геннадий Игнатьевич вручил благодарственные письма президента Республики Беларусь нескольким медицинским работникам, в которых отмечена их активная гражданская позиция. Сегодня медицинская помощь более чем 180 тысячам жителей региона оказывает развернутая сеть медицинских учреждений, где трудится более 860 врачей, около 2500 среднего медицинского персонала. Назовем только несколько важных цифр, приведенных Игорем Киктенко. В 2020 году расходы на здравоохранение составили почти 50% от общих расходов бюджета города Пинска. Расход на одного жителя фактически составил чуть более 518 рублей. Средняя зарплата врачей выросла на 128%, среднего медперсонала на 112 и прочего на 154. Главный врач Пинской центральной поликлиники назвал мероприятие по укреплению материально-технической базы амбулаторно-поликлинических учреждений, в том числе и приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования. По итогам 2020 года государственные минимальные социальные стандарты по медицинскому обслуживанию населения выполнены в полном объеме. Это и норматив бюджетной обеспеченности расходов на одного жителя, обеспеченности врачами общей практики, койками, бригадами скорой медицинской помощи, аптеками, автотранспортом больниц Игорь Киктенко подробно остановился на показателях смертности и ее причинной следственности. В целом за 2020 год не достигнуто выполнения 12 из 39 показателей здоровья и деятельности организации здравоохранения. Исходя из этого, поставлены задачи на 2021 год. Мне бы хотелось поблагодарить в вашем лице руководителей учреждений тех медицинских работников, которые на протяжении 2020 года и в последующем находятся сейчас на своем рабочем месте на трудовом косту и непрерывно, неутомимо оказывают медицинскую помощь нашим гражданам. От имени председателя госполкома Ивана Рябковца благодарность медицинским работникам, которые в нелегкое время пандемии продемонстрировали мужество и милосердие. Верность профессий выразил заместитель председателя госполкома Геннадий Поляковский. Игорь Юрьевич рассказывал слова глубокой благодарности исполнительной власти и так далее. Это, конечно, заслуживает определенной степени доверия нашей медицине, но для достижения нашей общей цели мы так и должны совместно работать, делать положительные шаги вперед и результат непосредственно долго себя ждать не заставит. О задачах здравоохранения в рамках программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы, одобренных Шестым Всебелорусским народным собранием, рассказал коллегам делегат форума, заведующий филиалом Пинский межрайонный онкологический диспансер, депутат Пинского городского и Брестского областного советов депутатов Сергей Каханович. Один из приоритетов здравоохранения – это развитие цифровизации здравоохранения, а также повышение эффективности управления финансовой устойчивостью здравоохранения. Планируется увеличить экстракт медицинских услуг полтора раза. Планируемая продолжительность жизни населения при рождении – это 76,5 лет. И обеспеченность практикующими врачами увеличится с 46 до 49 на 10 тысяч населения. А доля медицинских учреждений, включенных в телекомоинфрационную инфраструктуру здравоохранения, вырастет с 60 до 2020 года, до 100% в 2025 году. Сегодня медицинские работники особенно остро понимают, как неизмеримо много зависит от них выполнение продиктованных самой жизнью исторически значимых решений форума, поскольку они на страже здоровья нации. Приоритетами развития президент назвал четыре таких приоритета. Это счастливая семья, это сильные регионы, это интеллектуальная страна, это государство-партнеры.